Всем привет! Меня зовут Дима, это Лёша. Меня Лёша зовут. Вы, наверное, уже нас видели, если смотрели наш предыдущий стрим по Хроникам Хаоса. Мы, наконец-то, покажем ту самую долину титанов. Сначала мы расскажем про артефакты титанов. Мы про них немножечко вам говорили в группе. Ну вот, давайте перейдём, посмотрим, что это. Да, говорили? Ну да, немножко. Давайте посмотрим. Итак, довольно похоже на... Что-то напоминает. Да, да. Если вы у нас играете в Дирижабль, то, наверное, вы будете чувствовать себя здесь, как дома. У нас, как видите, призваны все 12 титанов. Они у нас одинаковые. Все одинаковые, да. Вот у Сильвы уже три артефакта у нас призваны. Можем посмотреть на них поближе. Перед нами артефакты. Первый из них даёт стихийный урон, и он увеличивает урон по титанам воды. Так как у нас Сильва — это титан земли, то у неё урон будет именно идти по титанам воды дополнительный. Ну да, стихийный урон — это оно и есть. Да, вот за счёт этого артефакта. Второй артефакт — это корона. Корона земли. Она же, наоборот, защищает титана от... От другой стихии. В данном случае от стихии воды. Ага, да. И у всех стихий вот такая есть... Круговорот стихий, про которые мы тоже говорили в группе. И это важно. Вы сможете разобраться уже во всём этом в пятницу, когда это всё будет. Сейчас пока особо не будем на этом останавливаться, потому что, ну, чтобы скучно не было. И, наконец-таки, третий артефакт у нас — это печать. Печать, она, наверное, самая простая из всех. Она добавляет титану дополнительные характеристики, которые вот здесь вот отмечены. Это в нашем случае здоровье и атака. Окей, переходим к алтарю стихий. Да. Выглядит эта штука вот так. Красота. Очень круто. Здесь, как вы уже, наверное, поняли, можно будет получить те самые артефакты, фрагменты артефактов титанов, которые мы только что прокачивали, а также фрагменты духов стихий. Да. Вот у нас есть три таких тотема. Ну, вот мы видим как раз 12 оружий для каждого титана, короны, как я говорил, для всех общей, печати общей, и фрагменты духов стихий. Это такой суперприз. То есть, если выпал фрагмент, это означает, что вы можете его прокачать на одну звезду. Да, на следующую. На следующую. Они тоже прокачиваются по звездам и по уровням, соответственно, один фрагмент, еще одна звезда, эволюция. Да. Ну, давайте подкрываем. Давай. Да. О! То, что надо. Да-да-да-да. У нас есть дух воды? У нас, по-моему, есть, да. Мы хотели прокачивать тотем земли, ну да ладно. Да ладно, ну пускай. Круто, да, вот тот самый тотем. Неплохо. Сейчас у нас призван тотем дух воды и тотем дух земли. Да. Вот этот, видите, такой серийный. Этот на одну звезду с огнем у нас не очень сложно. Да, зато этот мы сейчас сможем провести эволюцию, потому что он так что выпал. Вот очень круто это выглядит. Да, он становится выше. Он становится выше, вот, пока что это все. А, ну нет, не все. Он добавляет. Теперь, что важно, как прокачиваются уровни, если вы уже заметили, они прокачиваются за бронзовые трофеи войны. Сначала за бронзовые, по мере за, уже за серебряные и за золотые. Да, магазин турнира стихий. Здесь можно у нас будет покупать артефакты. Случайным образом они выпадают, обновляются. 60, 1 или 10. Да, 61 или 10 для разных титанов. Вы не видите, видимо, за нашей рамочкой, но сверху здесь тоже ресурсы. Это что у нас? Это монета турнира стихий. Ну ты не там, наводи, наверное. Тут они не получаются. Они называются монеты турнира стихий. Да, это монеты, которые вы получаете за сражение. Да, давайте отправимся уже в самое интересное сражение. Турнир стихий. Заходим. Самое первое, что здесь можно увидеть, это межсерверный турнир стихий. Да, про это говорили много раз. Он действительно будет межсерверным. Ребята вообще со всех уголков доминиона здесь находятся. И вот перед нами первый этап. Нам доступно для нападения 5 команд, 5 игроков. Вот у всех там титаны. Можно сразу же посмотреть вот здесь вот такой... Да, что за стихии. Да, какие стихии. Цветные кристаллы. Кристаллы. Да, цветные кристаллы. Для того, чтобы нам поучаствовать в турнире, сначала нужно будет собрать команду... Защитников, да. В общем, я думаю, мы сейчас все покажем, и все станет сразу понятно, как это все происходит. В общем, мы берем сибу. Ну да. Да, мы берем трех титанов одной стихии специально, чтобы можно было использовать тотем. Дух стихий. Ну и можно взять... Ну давай супер титанов, что уж там. Что прям, да, всех там. Ничего не завораживай, да. Вот. Отправляемся. Ну нормально, танк есть. Все есть. Так, ну давай, что тут у нас... Да, мы поставили команду защиты. Вот она у нас. Ее еще можно изменить пока. Потому что мы еще не отправились в бой. Пока мы еще не сражались, да. Вы можете ее изменить там. Если ты в себя веришь, давай вон... Ну, сейчас посмотрим. Давай ты... Вот. Встать тут... Не сможем? Давай, не, нормально. Давай попробуем. Вот здесь как раз у нас написано про раунд атаки и раунд защиты. В теории здесь, наверное, нужно уже ориентироваться по стихиям, хотя сейчас это не так прям важно. Но это будет играть роль в дальнейшем, стихия против какой стихии эффективно. В общем, начало кого берем. Ну давай гиперион и оранжи. Да. С самого начала. Как будто ты в титанов. И отправляемся в бой. Да. Твоя команда атакует. Я такого еще не видел. Да, здесь бой проходит в ручном режиме. Дима, смотри, главное, не пропусти всякие кульки. Но он может проходить и в авторежиме, если ты этого хочешь. Да, если вы видите, снизу слева как раз у нас иконочка для... Сейчас мы сразу его запускаем или подожди? Я не знаю, стоит ли смотреть. Ну давай запустим. А он уже? Да. Давай, да. Страж Биас. Страж Биас сферой. Сферой. И если я правильно понимаю, он отражает урон обратно. Да, да. И защищает нас. Да. Вы могли, наверное, обратить внимание, что там было 116% написано. Это связано с тем, когда вы запускаете, включаете, активируете... Да, вы можете его включить на 200% и тогда его эффективность будет выше. Да, вот сейчас он у нас начинает заряжать. А, мы выиграли уже. Выиграли. Ну, отлично. А, значит так. Вот, 250 очков мы получили за победу, все. Да. Ну, и следующий раунд у нас защиты. Теперь мы смотрим. Да, он просто как реплей. Он проходит в авторежиме. В принципе, его можно пропустить на самом деле, но интереснее посмотреть. Мы можем ускорить. Можем ускорить, наверное. Да, на 4 раза. Соответственно, в защите ваш дух стихии автоматически активируется на 100%. Ну, плюс-минус, сколько энергии уберется. Всегда. Ну, здесь мы тоже победили, все. И получили 250 очков за атаку и 50. Максимальная. Да, максимальная. И наша награда это 15 стихийных артефактов. Да, самая эссенция, которая нужна для прокачки артефактов. Для прокачки, да, по уровню. В любом случае, смотри, у нас уже есть 541. Мы можем получить монеты. Давайте получим монеты и купим артефактов, чтобы прокачаться. Ну, да, у нас вот. Хотя у нас и так их много. Да, собрайте. Собираем. Собираем. Твоя награда 100 монет. За 500 очков. Следующий у нас рубеж – это 1200. Ага. Ну, 1200 – это мы сможем вот в пределах первого этапа их получить. Тогда отправляемся… Если кто сможет победить. Наверное, вам не терпится узнать, какие же награды будут. Отправляемся в правила. И вот здесь, собственно, награды. Да. Достаточно хорошая награда. Они, по-моему, вообще отдачные. Это, в целом, неплохая награда. Да. Это 100 тысяч изумрудов за первое место по итогам недели. Да. То есть, тот игрок, который будет лучшим вообще во всей игре, во всем серверам, да, он получит 100 тысяч изумрудов, 10 миллионов золота и 100 сертификатов. Тех самых сертификатов, про которые мы еще не говорили и которые можно будет обменять в магазине у торговца. На всякие ценные предметы, которые мы тоже… Да, сейчас скоро покажем. Но и остальные игроки тоже, в общем-то, не остаются в стороне, получают… Да, золотой кубок у нас до 10-го, кажется, места, да? По-моему, да. Да, до 10-го места. Тоже получают… Достаточно хорошо. …дриличную сумму, да, золота и изумрудов, но, конечно, самый главный обладатель получает больше. Да. А, серебряный кубок? Серебряный кубок, он там, что-то, сколько там, до сотого, по-моему, да. Ну да, это пролистик. До трехсотого, да. До трехсотого. А бронзовый кубок там уже в тысячах, вот, и награды за участие – это, в общем-то, абсолютно все места, даже если вы просто зашли, один бой привели, и вы уже точно гарантированно за эту неделю получите награды. Даже если вы, получается, проиграли. Ну, то есть вы зашли, да. Награды за участие. Да, именно. И получили 150 тысяч и один сертификат, который, опять же, можно обменять на то, что вам нужно. Вот, как раз. Давай покажем. Вот. У нас, значит, в магазине турнира стихии за сертификаты вы можете получить, как вы видите, редкий… Наконец-то. Камни души редких героев. Да, вы постоянно нас спрашивали про… Да, давайте. Спрашивали про Небулу, про Карха. Вот они здесь за один сертификат. Опять камни души. Конечно же. Ценнейшие ядра хаоса. Ну, давай. Всё. Покупай, всё. Да, да, покупай. 12 ядер хаоса или артефактные монеты, если они вам нужнее. Вот это вот всё, что вы сейчас видите, оно появится в игре в пятницу уже. А сам турнир стартует с понедельника. Мы можем ещё раз, наверное, пройтись по всем новеньким ресурсам. Или, я думаю… Как думаешь? Ну, давай. Такое самое, да. Значит, эссенция… А, их не видно сейчас за нашей рамочкой. Да. Может быть, где-то ещё. Да, вот это эссенция. Значит, артефакция прокачивается за эссенцией. Эссенция… И за золото. И за золото. Да, и за изумруды. Ну да. Их можно получить в турнире стихий. Да. Зарабатывая… За победу. Да, за победу. Плюс вы получаете… За победу. За победу вы получаете очки. Да. И когда вы наберёте определённое количество очков, вон там, в сундучке… Вы получите… Вы получаете монеты. Монеты турнира стихий. И их уже тратите на артефакты. Или артефакты вы можете получать… Да. В алтаре призы. Да. Ну и самый такой крутой приз – это вот эти сертификаты, которые можно будет обменять у торговца. Их вы получаете раз в неделю в соответствии с тем, какое место занимаете на окончании турнира стихий. Всё. Всем спасибо. Увидимся в Доминионе. Да. Всем пока. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok